Приветствую, друзья! В Орске Оренбургской области прорвало дамбу и затопило город. 99% из числа смотрящих этот ролик никогда не были в Орске и, может быть, даже никогда не слышали названия этого населенного пункта. Но прорыв дамбы в этом городе с населением 200 тысяч человек – важный сигнал для каждого из нас. Почему? Начнем с проблемы важности федерализма для России. Ее очень тяжело объяснить и тяжело доказать. Федерализм – это какая-то абстракция, что-то из курса по теории государства и права. Зачем перераспределять власть в пользу региона? Разве в России нельзя просто выбрать хорошего президента вместо плохого? Почему надо менять всю систему устройства страны? Вот давайте вместе рассмотрим все это на примере истории с прорывом дамбы в Орске. Итак, что мы имеем? В этом году в России рекордный паводок из-за обильных снегопадов. Первым под удар попал Приволжский федеральный округ. В Оренбургской области 4 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Однако местные власти утверждали, что угрозы для дамбы нет. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал в районе Старого города после рекордного сброса воды из водохранилища. Дамба была возведена в 2014 году. Ее строили 4 года. Стоимость дамбы – 910 миллионов рублей. При строительстве, как говорят, украли 50 миллионов. ГОСЭК «Надзор» выявляет нарушения при содержании дамбы. В ночь на 7 апреля прорвало вторую дамбу на Борисоглебской улице. В области затоплено более 10 тысяч домов и 20 тысяч приусадебных участков. В Орске затопило около 7 тысяч домов. Ущерб жилью оценивается в 21 миллиард рублей. Паводок угрожает Оренбургу. Власти называют ситуацию критической. Пик паводка проходит 10 апреля, а стабилизацию ожидают к 20 числу. Прорыв дамбы, затопление Орска и угрозы жителям Оренбурга – это, возможно, самая большая катастрофа, пришедшаяся на жизнь целого поколения жителей Оренбургской области. И они хотят, и совершенно оправданно хотят, чтобы им помогли справиться с этой бедой. Для чего нужны ресурсы не только Оренбургской области. При этом, по словам пресс-секретаря Пескова, Путин в затопленные регионы приезжать не собирается. Хотя, цитирую, фактически, но не физически присутствует в этой теме. Что в переводе на русский не литературный, означает «в курсе проблемы», но положил. Как жителям Орска и Оренбургской области достучаться до федеральной власти? Какие у них рычаги влияния на эту самую центральную власть? Только один. Путин, помоги! А в сущности, никаких. Центральная власть никак не зависит от регионов. И наоборот, эти регионы находятся в полной зависимости от центра. Центральная власть собирает из регионов налоги, а потом сама их перераспределяет между субъектами. Так возникает финансовая зависимость региона. Помимо этого, президент по факту обладает возможностями по снятию и назначению губернаторов. Так возникает зависимость административная. То есть, формально главы регионов у нас избирают, но, в частности, президент может снять губернатора с должности в связи с утратой доверия. Почему губернаторы избираются населением, но отвечают перед президентом? Вопрос, конечно, хороший. Но на практике значения не имеющий. Важно лишь то, что если президент может по своему усмотрению отправить губернатора в отставку, то ему губернатор и будет подчиняться. Что мы видим в действительности. И вот на встрече с пострадавшими жителями Орска губернатор Оренбургской области Паслер требует убрать телефоны. Почему? Потому что боится, что недовольство граждан или скандал попадут в соцсети. Телефоны все убрали. Там это дойдет до федерального уровня, и его Паслера накажут. Не потому, что в городе Орске прорвало дамбу, а жителям не оказали достаточно помощи, а потому, что не смог купировать скандал. Государство ничего не делает. Оренбургская область ничего не делает, понимаете? Мы за свои деньги покупаем и помогаем. Губернатор Паслер боится президента и боится его расстроить, потому что зависит от Путина, а не от граждан. И отчитывается он не вниз, а наверх. И очень показательно, что этот самый губернатор Паслер вообще никакого отношения к Оренбургской области не имеет. Он родился, вырос и работал в Свердловской области. И вот так устроена вся пирамида власти. Кстати, помните, как губернатор Тулеев после жуткого пожара в Зимней Вишне извинялся? Извинялся не перед погибшими, не перед их родственниками, а перед Путиным. Прошу прощения личного вас за то, что случилось на нашей территории. Ведь главное в централизованной системе власти не расстроить начальство. Поэтому граждане в Орске первые 12 часов боролись с протечками дамбы сами, без какой-либо помощи властей. А мэр, которого жители Орска не избирали, он назначен, продолжал твердить об отсутствии угрозы прорыва. Ведь его основная задача отчитаться и выслужиться перед начальством. А людей лучше и проще заткнуть, потому что от них ничего не зависит. Потому что власть идет не от регионов и не от их жителей. Ей наделяют сверху. Позор! 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 И это не абстрактная картина государственного устройства, а система, которая непосредственно влияет на жизнь каждого. Затопило Орск. Под угрозой наводнения находится Оренбург. Конечно, это непосредственно касается очень малого количества граждан страны. Для большинства россиян прорыв дамбы – это лишь строка в новостях. Но сегодня Орск и Оренбург. Вчера экологические протесты в Башкирии. До этого мусорный полигон в Шиесе. А в начале года прорывы теплосетей в Подмосковье. Каждый раз это касается какого-то отдельного региона. И каждый раз его жители остаются без защиты и представительства. Каждый раз интерес региональных властей состоит не в том, чтобы защитить интересы граждан, а в том, чтобы не разгневать федеральные власти, которые воспринимаются как начальство. А этому начальству дело до мусорных полигонов, наводнений, разработки шиханов нет вообще никакого. Федеральная власть черпает свою легитимность совсем из другого источника. Она не защищает локальные интересы граждан на земле, а продает себя в качестве силы, способной противостоять какому-то внешнему врагу. Иногда реальному, чаще выдуманному. Поэтому граждане остаются со своими бедами наедине, потому что местные и региональные власти подчинены центру, а центр занимается вопросами войны и геополитики, а не починкой дамбы и устранением последствий наводнения. Как должна выглядеть система власти, чтобы она работала в интересах граждан? Нужен тот самый федерализм, который тяжело пропагандировать и сложно объяснить, но без которого никуда. Вот как он работает. В своем регионе вы избираете региональную власть, а также представителей федерального парламента от вашего субъекта. А уже они в двухпалатном парламенте формируют подотчетную им федеральную власть. Но главное, они представляют вас в парламенте, где дискутируются и принимаются основные решения. При этом ваш регион обладает полноценными полномочиями для решения задач региона. Для этого у региона остается большая доля налогов, а перераспределение их между регионами осуществляется Советом Федерации, то есть самими регионами. В чем разница и преимущество. Если властные полномочия оказываются на региональном и местном уровне, то принципиально меняется предвыборная агитация, предвыборное обещание и ответственность власти. С какой программой идет президент на выборы? Ну вот даже, допустим, хороший президент. Все равно с некой общей программой для всей страны. А страна-то разная. Людям нужны разные вещи. Где-то школы, где-то дамбы, где-то завод, а президент один. И он не может вобрать в себя все проблемы и детали. Может пообещать что-то общее и банальное. Детям мороженое, его бабы цветы. Да и то перепутает. Это если хороший. А плохой? Ну мы видим, что вот он обещает и реализует войну, мобилизацию, лишения. Если спросить жителей Орска, что им нужнее, удары ракетами по плотине Днепрогресс или строительство нормальной дамбы у себя. Кстати, стоимость одной ракеты Х-101 или Х-555, прилетевшей по Днепрогресс, что-то около 13 миллионов долларов за штуку. То есть это вот как раз примерно 900 миллионов рублей стоимость дамбы в Орске. И вот такие ракеты по цене от дамбы Путин десятками каждую неделю пуляет по Украине. Думаю, выбор у жителей Орска был бы очевиден. Только потребовать реализации этого выбора нет кого. А надо, чтобы было от кого. Надо, чтобы были региональные представители в федеральном парламенте, которые бы зависели от жителей Орска, которые требовали бы отправить деньги бюджета на дамбу, а не на войну, потому что иначе их в Орске не переизберут. Смысл федерализма в том, что своя рубашка ближе к телу. Смысл в том, что страна разная. Ее не может представлять только один человек, который собирает со всех ресурсы, а потом перераспределяет по своему усмотрению. Потому что тогда он неизменно начинает войну, которая оправдывает его существование. А про дамбу он забывает, потому что никак с людьми на местах не связан. Да и просто физически не может знать такие детали. Россия очень большая и неоднородная страна. Она не может управляться из одной головы. Это плохо, неэффективно и неизбежно приводит к милитаризации и имперскости. Просто потому, что это единственный источник легитимности для централизованной власти. Россия может и должна жить в мире согласия. Но для этого власть должна быть ближе к людям и должна представлять их. А это возможно только при глубокой федерализации. Простая замена плохого президента на хорошего нам не поможет. Тут всю систему менять надо. Счастливо вам. Мы видим, как Ворске прорвало дамбу. Но это на самом деле не в дамбе была проблема, а в устройстве власти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...